Уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов, сегодня мы обсуждаем эволюцию, то есть эволюцию сегодня, это серия роликов небольших. Ну, понятно, что всех интересует же не просто теория. Теория эволюции, изложенная в книжке «Церебральный сортинг», по сути делает теорию эволюции гоминид. То есть людей излагаются те законы, по которым мы эволюционируем. Ну, в той системе, в которой мы являемся и подопытными кроликами, и одновременно экспериментаторами. Ну, так сложилась жизнь. Искусственный отбор, он на самом деле самоотбор. То есть мы внутри своего вида отбираем людей с определенными способностями. Это происходило всегда и происходит сейчас. И некоторые, так сказать, свидетельства этому есть, в том числе продолжение морфологической эволюции. Ну, раз есть теория, всегда же хочется ее к чему-нибудь приложить. Потому что, как говорили классики марксизма-ленидзма, нет лучше проверки теории, чем практика. Ну, так давайте попробуем. Ну, как проверять теории? Хорошо известно, что существует два способа основных, которые, как правило, ни одна теория не выдерживает. Это метод известной добавки и метод предсказания результата. Ну, с предсказанием результата все ясно. Когда вы предсказываете результаты, и он совпадает с происходящим, значит, у вас теория верна. В этом отношении у нас теорий и экономических, и социальных, и политических примерно вот такое количество. То есть, ноль. Почему? Потому что все они только задним числом объясняют то, что происходит. Ну, это как старый анекдот. В общем, если бы я был таким же умным, как моя жена потом, то да, конечно. Поэтому эти все политологи, они представляют исключительно эмпирический интерес в том смысле, чтобы послушать перед сном. А хорошая теория проверяется, самое главное, не только предсказанием, но и методом известной добавки. Это что значит? Вот у вас есть некоторая теория, ну, или формулу даже. И вы тогда изменяете входные условия, события того или иного, которые вы изучаете, на известную вам величину. И в соответствии с вашей теорией или формулой у вас результат изменения вот этого, которого вы осмысленно сделали и внесли, то есть метод известной добавки, должен измениться пропорционально в соответствии с вашей теорией. Если этого не происходит, то сверните вашу теорию, трубочку из твердой бумажки поставьте на стул и сядьте с разгона. Это как раз оценка ваших мыслимых, так сказать, фантазий, то есть вашего интеллекта. Поэтому, как бы обычно таких проверок, никакие теории, особенно связанные с эволюцией гоминид, не проходят. Но, тем не менее, хочется как-то попробовать, а теория искусственного отбора в гоминидных сообществах работает или нет. Ну, и для этого постепенно сложилось и нашла свое практическое и даже финансовое воплощение, что особенно приятно для меня, экспериментальная эволюция. То есть это когда вы как раз именно тем и занимаетесь, что, исходя из общей концепции, изменяете социальные процессы. Всякими косвенными способами. Попытаюсь объяснить, насколько они действенны. Для того, чтобы изменить социальные процессы, не нужно устраивать глобальных проектов типа TikTok. Для этого не нужно устраивать разных революций, демонстраций и всего остального. Это смешно, ну и очень провинциально. Значит, на самом деле все намного проще. Дело в том, что существует с времен довольно давних, 30-х годов, еще довоенных, и огромное направление в эмбриологии развития, в которое занималась эпигенетическими процессами. То есть не тем, что гены все детерминируют, как слабоумные популяризаторы науки утверждали последние 70 лет, а о том, что эти процессы эпигенетически регулируются. То есть это взаимодействие между эпигенезом, то есть внешними воздействиями и межклеточными воздействиями, и геномом. Ну, я об этом уже неоднократно говорил, не буду останавливаться. Кому интересно, тот может найти мои соответствующие выступления. Так вот, есть даже такая красивая модель. Она называется эпигенетический ландшафт. Ну, это что такое? Ну, представьте себе, значит, устье реки, который впадает в море, оно разбивается на много-много-много разных разветвлений. Ну, как Волга, например. И представьте себе, что этот ландшафт, по нему течет не вода, он сухой, находится под наклоном, и сверху, в русло реки, наверху, то есть далеко от моря, вы запускаете шарик. Этот шарик летит по этим самым каналам, на которые разбивается устье, и может с той вероятностью подпрыгнуть где-то и попасть в один или в другое русло. Что является ключевым? А ключевым является та маленькая песчинка, ну, или специальный такой камушек, поставленный по движению этого самого шарика. Если у вас хватает мозгов на то, чтобы подложить этот шарик или этот камушек в нужное место, то наш большой шарик, который летит по этому каналу и не останавливается, поскольку время неостановимо, он зацепится, ударится, подпрыгнет и перепрыгнет в другой канал. И таким образом, мизерные воздействия, в том числе в эмбригенезе, в том числе и в социальных процессах, и даже в эволюции, могут привести к глобальным изменениям огромных и очень мощных процессов. Таким образом, используя модель эпигенетического ландшафта, становится понятным, как можно управлять теми или иными социальными процессами, или, скажем так, более научно, процессами отбора направленного мозга гоминид. Почему бы нет? И здесь как раз я недавно провел такой острый опыт для того, чтобы посмотреть, а что, собственно говоря, происходит? Каково количество соотношений людей, которые принимают церебральный сортинг, то есть готовы засунуть свою пустую или полную голову в этот самый гипотетический томограф или нет? А кто, собственно говоря, этого не принимает? Ну, понятно, что я такие фокусы делаю не на сайте издательства в виде, потому что здесь слишком разумная публика, и люди отобраны уже по интересам, они знают слова, которыми я пользуюсь, их значение, то есть интеллектуальный уровень читателей и подписчиков канала в виде, он несколько отличается, то есть намного выше, чем на многих таких популярных социально-политических каналах. Поэтому я использовал другой канал, в котором я рассказал довольно старую работу о том, что, мол, где у богатых мозги больше, чем у бедных. Ну, это, в общем, известные вещи, говорящие скорее о том, что эволюция морфологическая идет, а не столько об уме. Там я все подробно рассказал и объяснил, что это, в общем-то, с умом никак не связано, это связано с социальными адаптациями и умением отнять у ближнего быстро денег достаточно, чтобы он не заметил, а спохватиться не успел. Но, тем не менее, это вызвало очень интересную реакцию. Цель была не сам рассказ о этой старой американской работе, опубликованной в американских журналах, подтвержденной в течение пяти лет в многих других лабораториях. Это не мои исследования, это американские, индийские, испанские и прочее. А речь идет о том, чтобы посмотреть, а какова будет реакция, то есть насколько люди понимают изложенное. И здесь очень интересно, потому что я воспользовался методикой оценки способности воспринимать рассказ, ну, или сказку, как вам угодно, которая использовалась в американской детской педагогике и социологии в начале 90-х годов. Ну, они там брали детей 70 лет, от семи до десяти лет, и рассказывали им сказки, а потом опрашивали их. Ну, а вот как вы понимаете, кто главный в герое, в чем смысл, какая последовательность, ну и прочее, прочее. То есть, ну, стандартное социологическое исследование. Я применил тот же самый прием. Как вы понимаете, это несложно при развитии сегодняшней, развитии компьютерной техники, для тех, кто оставил свои комментарии. Так что оказалось, что 70% вообще не понимают содержания сказки. Ну, того рассказа о богатых и бедных мозгах, который я произвел, 70% не понимают. Это о чем значит? Это значит очень много. И это катастрофа. Это означает то, что эпоха за 70 лет, там, за 80, пока не было серьезных потрясений в нашей стране, в Европе, количество людей с архаичной конструкцией мозга очень резко возросло. Причем эта архаичность проявляется в том, что они не понимают изложенного и даже разжеванного, то есть тщательно разъясненного текста. То есть, это что говорит? О том, что полиморфизм головного мозга значительно возрос. Это очень хорошо с точки зрения эволюции. То есть, материалы для отбора больше. Но печаль состоит в том, что мы вынуждены констатировать не просто понижение интеллектуальных возможностей, а мы вынуждены поставить вопрос намного шире. То есть, в условиях отсутствия искусственного отбора по способностям у нас в социальной структуре сообществ, и наших, и западных, проявляются и процветают, выживают, дают полдовитое потомство архаичной конструкции мозга эректоидов быстрее всего. Но это видно по поляризаторам. То есть, тут об интеллекте говорить не приходится. Но вот этот факт о том, что у нас могут сохраняться в нашем сообществе гомо сапиенс, сапиенс, гомо эректусы, и составлять такую гигантскую долю людей, которые вообще не воспринимают речи или текста, это катастрофа. Ну, к этому ввело, конечно, наше разрушение образования, воспитания и все остальное. Но сам факт в биологическом отношении катастрофичен. То есть, это говорит о том, что конфликтная ситуация будет непрерывно нарастать, и с этим надо что-то делать. Потому что для, как бы, предыдущей эволюционной конструкции мозга многие социальные запреты и многие социальные ограничения вообще не существуют. Поэтому, уважаемые господа, проблема остра, интересна, и я думаю, что обнаруженный неожиданный полиморфизм мозга наших современников требует дальнейшего обсуждения. О чем мы поговорим в следующем выпуске «Эволюция сегодня». А на этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok